На мой взгляд, что произошло? Если бы я был сотрудником, например, неких спецслужб российских, русских, то я бы как действовал? Как действовали спецслужбы НКВД, допустим, во времена бандеровщины, когда после войны уже выводили этих. А последнего бандеровцы, по-моему, грохнули чуть ли не в 79-м году, я слышал такие вот есть данные. То есть некоторые говорят в 65-м, туда-сюда, но у меня есть такая информация, что гораздо позже, то есть последнего, так сказать, уже вывели из схрона. То есть НКВД как действовал? Они брали бандеровцев, те, которые в плен попадали, и вели с ними разъяснительную работу. Объясняли на примерах, причем очень грамотно объясняли, на исторических примерах, на фактаже разным там. И так далее. То есть фактами рассказывали, не давили, а рассказывали фактами, почему так, почему так, почему этак, почему этак. Я считаю, что, скорее всего, с Наденькой провели, значит, воспитательную работу. Просто объяснили, кто есть кто. Ну, я бы вот так сделал. Я просто, мне кажется, что вот так я бы действовал. Не знаю, сделано это было или не сделано. Беседовал с ней кто-то или не беседовал. Но достаточно просто было человеку объяснить. Смотри, все устроено вот так-то и так-то. Там Госдеп американский, там еврейский капитализм, значит, поддержал эту революцию, организовал ее, сделал всю структуру всей этой так называемой Майдана, этого всего, этой революции гидности и так далее, и так далее. Кто за кем стоит, кто с кем связан, с кем связан президент нынешней так называемой Украины, с кем связан там премьер этот, которого сняли, который миллиард долларов на этом всем поднял. Всю структуру, скорее всего, просто надо было рассказать, и все. То есть, те вещи, которые там, она на своем уровне, там, наводчица, она просто вообще в этом ничего не соображала. Это достаточно просто было рассказать. Я думаю, что вы просто рассказали. Правду просто рассказали. Кто с кем связан, почему, у кого какая мотивация и так далее. И, скорее всего, что, возможно, так сказать, здесь, находясь в каком-нибудь там помещении или под судом, она могла в это и не поверить. Да? Но когда она приехала туда, а я считаю, это просто очень, ну, очень мудрый шаг. Взять ее, освободить и отправить туда. Вот. Она приехала туда, и с каждым днем она начала в этом убеждаться. Что все, что ей говорили здесь, в Москве, люди, это все правда. И вот сейчас у нее там происходит революция гидности, так сказать, в голове. Она видит, что да, действительно же, мне же все правду эти, понимаешь, клятии москали, они же мне правду рассказали. И вот у нее теперь, да, вот теперь она всю эту правду начинает рассказывать. Ну, по-своему, конечно, так сказать, резковато, мягко выражаясь и так далее. Но, в принципе, правильно. Я считаю. То есть, я бы не торопился записывать ее прямо в свои союзники. Вот. И вообще в люди, которые действительно могут что-то хорошее сделать. Вот. Но то, что она стала рубить правду матку, как говорится, это уже первый шаг, это интересно. Вот. И, ну, дальше, я надеюсь, даже вот Захарченко, значит, Александр, да, Александр Владимирович, да, кажется? Да. Вот он сказал, что я готов с ней разговаривать. Пожалуйста, пусть приезжает. Если ее никто не тронет, это если понятно. Вот. И обеспечит полностью безопасность и так далее. Пусть приезжает, мы сядем, поговорим, обсудим передачу обмен пленными и так далее, и так далее. То есть, это одна из тех миссий, которые она хочет выполнить. Обменять пленными. Обменять пленных. Это не значит, что она хочет остановить войну и предоставить Донбассу полностью автономию. Естественно, с последующим его входом в Российскую Федерацию. Со временем. Не сразу.